Пенсионерка Визма Грунделла, чья квартира сгорела во время пожара на улице Буру в Риге, эти праздники встречает уже дома. У здания новая крыша и трубы. В квартире пенсионерки закончился косметический ремонт. Дом на Буру-11 выглядит сегодня уже иначе. На солнце поблескивает новая крыша, а сгоревшие дома-бараки рядом снесены. Теперь из окна квартиры Визма видит даже свою Торникалнскую церковь. Я очень рада, что я опять вернула свою старую, новую теперь уже квартиру. Диван подарили друзья, лампы, мастера, которые ремонтировали квартиру. Из большой домашней библиотеки, которая сейчас хранится в сарае, Визма успела перенести в квартиру только самые ценные книги. Ценные для нее. Они о тех местах, откуда родом ее предки. Я не знаю, где я их всех расставлю, но я обязательно расставлю все книги в своей комнате, потому что без книг это просто, не знаю, как и другие живут без книг. Бывший библиотекарь Визма уже несколько лет составляет генеалогическое древо своей семьи и собирает биографии родных. Я очень довольна своими прятками, можно сказать. Ну и, конечно, как и у всех латышей, они были по обе стороны. И белые, и красные. И просто простые люди. А еще Визма пишет историю людей, проживающих или когда-то живших на улице Буру. Есть у нее рассказы и о соседях из дома напротив. Именно оттуда пожар переметнулся на дом, в котором живет Визма. Четыре месяца пенсионерка жила у знакомых. Как говорит русская послава, свет не без добрых людей. И у меня так много помогали и так много добра делали, что я теперь уже запомню. Ну, на долго это. Скоро Визме и ее пожилой соседке Виктории предстоит оплатить счета за ремонт. Эти средства для них собирают на портале ZEDOTLV. Пока собрана половина нужной суммы. Рождество Визма встретит одна. Будет слушать радио. Телевизор не работает. Но главное, она встретит его дома. Ян Рубинчик, Валтер Залч, Латвийское телевидение.